Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Сегодня о листовой репе. В марте посеяла салатка мацуна. Другое название этой салатной культуры – листовая репа. Вот так она выглядит сейчас. В апреле высадила эту репу в теплицу. Примерно 10 мая попробовали первые листья. Что можно сказать, какие впечатления? Обычная салатная культура, без ярко выраженного вкуса. В Азии эта культура популярна, в России мало кто знает. В Японии особенно любят эту культуру и вот почему. Во-первых, культура неприхотлива. Во-вторых, быстро растет. В-третьих, низкокалорийная. В ней много белков, углеводов и совершенно нет жира. В-четвертых, ее считают очень полезным продуктом и активно используют в народной медицине. Листовая репа благотворно влияет на весь организм и оздоравливает его. Витамин С его в листовой репе столько же, сколько в перце. А перец, как известно, рекордсмен по содержанию этого витамина. Больше только в шиповнике. Бета-каротин, витамины группы В и янтарная кислота, которая в принципе редко встречается в растениях. Входят в состав листовой репы различные минеральные вещества, много солей железа, кальция, а также клетчатки, фитонциды, органические кислоты, горчичные масла и эфирные масла. Как в народной медицине применяют полезные свойства в листовой репе. Фитонциды оказывают противовоспалительное действие, способные активно бороться с любым воспалением. Противовоспалительные свойства растения очень сильные. Профилактика анемии. Листовая репа содержит и железо, и янтарную кислоту, и поэтому ее регулярное употребление – отличная профилактика малокровия. Антиоксидантные свойства. Витамин С – один из самых мощных антиоксидантных витаминов. Укрепление иммунитета. Витамин С усиливает защитные силы организма. Помогает активно противостоять вирусным инфекциям. Особенно хорошо защищает от простуды, и поэтому в период эпидемии это особенно актуально. Благотворное влияние на нервную систему. Витамины группы В, а также другие растительные компоненты, положительно влияют на нервную систему. Помогают от бессонницы, и поэтому рекомендуется их включать в вечернюю еду. Лечение болезней дыхательных путей. Растение эффективно не только при лечении обычного кашля, но также при бронхитах, ларингитах, потере голоса. Очистка сосудов и защита сердца. Считается, что эта культура способна влиять на уровень плохого холестерина, а также снижает сахар в крови. Отсюда здоровые сосуды. И профилактика острых сердечных состояний. Влияет на работу почек. Обладает мочегонным действием. Это мною проверено. А также защищает организм от накопления вредных веществ, токсинов и шлаков. Нормализация работы пищеварительной системы на себе проверила. В продукте много клетчатки. Такой особенной клетчатки. Она помогает нормализовать работу кишечника. В обед один лист этой репы добавляю в салат. И на ужин съедаю один лист. Кишечник работает как часы. Пу-пу-пу, извините. То есть при включении салатной репы в рацион можно избежать запоров, метеоризма и вздутия. И несколько слов о выращивании листовой репы. Культура растет так же, как салат. Не требует каких-то сложных манипуляций. Я выращиваю ее в теплице, потому что листья получаются нежнее. Неприхотливо. Хорошо переносит и жару, и холод. В открытом грунте может выдержать заморозки до 3 градусов. Не требовательна к свету, но любит полив. Рекомендую посадить эту культуру на огороде. Не пожалейте. Сразу почувствуйте ее некоторые полезные свойства. Тем более, что растения все сезонны. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok